При жизни Георгий Колесниченко славился неисчислимыми подвигами. В 1941-1942 годах он был награжден медалями за отвагу и орденом боевого красного знамени. В 1943-м получил три контузии и возглавлял школу ЮНГ в Батуми. Спустя 10 лет после войны и по 1982-й Георгий Демьянович был капитаном дальнего плавания теплохода «Северодонецк» в Черноморском морском пароходстве. Помимо морской биографии, одессит имел и издательскую. В 1982-м году он в соавторстве составил учебное пособие по методам синтеза цифровых фильтров, а в 1983-м издал воспоминания о своих коллегах «Экипаж Бережливых». Почтить память героя моряка собрались многочисленные одесситы. Среди них и сын Георгия Демьяновича. Он рассказал, каким был его отец. Это был исключительно человек. Внешностью, внутренним отношением, отношением к людям. Я хочу только одно пожелать. Чтобы в жизни вы были такими, как был он. И я в том числе. Потому что его определяло самое главное качество. Отношение к работе, к жизни стало быть к людям. В памяти героев войны должна жить в сердцах новых поколений, уверены горожане, присутствовавшие на открытии мемориальной доски. Для того, чтобы наше будущее поколение, молодежь знала, что были такие люди, которые защищали нашу свободу, наше право на жизнь. И мы должны, дети ветеранов войны, пронести через свою жизнь вот это все, что они сделали для нас. Мемориальная доска на фасаде дома номер 7 на проспекте Шевченко призвана быть напоминанием о том, что в этом доме жил ветеран войны и участник обороны Одессы Георгий Колесниченко.